Друзья, здравствуйте. Я получаю множество вопросов, в том числе на свой видеоблог. И сегодня отвечу на вопрос 14-летней девочки, которая пишет о том, почему у нее нет любви. Это вопрос, который написала маленькая девочка, но, собственно, большие взрослые тетеньки, лет до 60 тоже, часто пребывают в этой ситуации. Мне 14 лет, и я обратился к советам, что вы мне поможете. У меня подростковый возраст, то есть куча проблем, сразу некая фиксация. У меня все сложно. Одна из которых является любовь. Ну, конечно, любовь – это большая проблема. В этом плане я считаю себя полной неудачницей. Ни разу не встречалась с мальчиками, за мной никто не ухаживал, не добивался. Смотрю, к примеру, на свою подругу и думаю, какая же она счастливая. Действительно, она нравится юношам, ей дарят подарки, говорят комплименты, а меня вообще никто не видит. Конечно, я не делала, но не настолько уж плохая. Проблема в том, что мне не хватает молодого человека, который по-настоящему полюбит меня. Я знаю, что все так сразу не случится, и надо ждать, что, в принципе, выходит из-под контроля. Я хочу любить и быть любимым. Мне очень не хватает этого. Я из-за этого очень часто плачу в подушку. Хочу отношений. Я думаю, вы меня поймете. Вопрос в том, как мне бороться с этим. Как спокойно пройти время и задумываться о том, что одиноко. Как смириться на данный момент, что меня никто не может полюбить. Ну, видите, ситуация довольно стандартная. Девочка хочет любви, а юноша почему-то не обращает на нее внимания. Поэтому она плачет в подушку. Ну, во-первых, сразу по тексту письма понятно, что у девочки полно внутренних убеждений, ограничений о том, что любовь – это проблема, что, видимо, я неудачница, видимо, много проблем, что-то со мной не так. В общем, в целом это сводится, что-то со мной не так. И поэтому я понимаю, что хочется юноши, хочется любви, хочется отношений. Но нигде взять я не знаю, поэтому я плачу. Это вопрос самооценки. То есть тех программ относительно себя, которые заложили в подсознании, видимо, родители, я думаю, в этом активно поучаствовали, может, друзья. Вот. И что происходит? Человек, который думает о себе плохо, который погружен в свои переживания, который, значит, находится внутри себя, он все время об этом думает. И взгляд обращен как бы вовнутрь. Энергия входит в переживанию. Энергия входит в внутреннюю тревогу, в страхи, в опасения. А вдруг никто не полюбит. А где же он, этот человек? Ну, нет его и нет. Да что же такое? То есть, как бы вся энергия внутренняя переваривается внутри. И в итоге этот человек становится низкоэнергетичным. Он плаксив. Он не является центром притяжения. Потому что притягивают яркие, уверенные в себе девушки, юноши. Значит, тот, кто всегда знает, как ему поступить. Тот, кто не цепляется к другим решениям. Скажите мне, куда идти, что делать. Это забор энергии. Вот скажите мне, я не знаю. Возьмите меня на пороки. Возьмите меня куда-то. И поэтому всегда спросом пользуются те, кто уверен в себе. Независимо от того, красивые, некрасивые. Хорошо выглядят, не очень хорошо. Уверенные люди в себя, они притягивают окружающих. Потому что окружающие чувствуют, что у этого человека можно поучиться. К этому человеку можно прислониться. Этот человек защитит. Потому что люди в целом, особенно не уверенные в себя, ищут безопасность. Ищут сильное плечо. Ищут того, кто возьмет за них ответственность. Получается, что девушка, автор письма, ну Аня, скажем, она смотрит вокруг и говорит, кого влюбиться, кто меня полюбит, кого я могу полюбить. То есть, в кого я могу полюбить, отдать свою любовь. Пусть хоть какой-нибудь юноша меня полюбит. Я тут же брошусь к нему на шею. И, значит, мы сольемся в объятиях. Я отдам всему полностью. А нужно ли это юноше? Ведь, смотрите, когда мужчина ищет любовь, одно дело – влечение. Да, мужчина, юноша не имеет значения. Это физиология, это влечение, это страсть. Но она всегда сопряжена с неким элементом борьбы, преодоления. Всегда пользуется огромным спросом недоступная красавица, уверенная в себе, считающая, что я стою многого, и попробуй-ка докажи, что ты меня достоин. Потому что всегда, что бы ни происходило, выбирает женщина. Она может выбрать, мужчина делает предложение, он за ней охотится, но она выбирает. А если происходит набор, вот женщина переходит в позицию, господи, как я хочу полюбить, дайте мне хоть кого-нибудь полюбить, или выйти замуж. Она переходит в позицию охотника, она смотрит сразу взгляд, особенно взрослых, такой охотничий, оценивающий, подходит, не подходит. Сейчас я тебя попробую подстрелить. Если женщина-охотник вышла в боевом снаряжении, то понятно, что мужчины, вынужденно являясь дичью, они тут же переходят в позицию зайцев, начинают прятаться по кустам, они разбегаются. В данном случае Аня не является охотницей, она скорее ощущает себя некой жертвой, и она готова кинуться в любую любовь, какая бы ей не попадется. Потому что никаких претензий там у нее нет, самооценка слишком низкая, чтобы выбирать кого-то, кого-то считать достойным. Но юношам такая девушка неинтересна, потому что юноше всегда хочется показать себя, доказать, что он достоин, победить, растолкать руками конкурентов. Вот почему все мужчины или все юноши кидаются на красивую девушку, а некрасивая, которая бы и любовь, и отношения, и секс могли бы сразу вам подарить. Никто не реагирует. Мужчины все толкаются возле красавицы. Потому что, или даже уверенных в себе женщин, которые ощущают себя красавицами, достойными мужского внимания и любви. Потому что их завоевать трудно. Нужно победить, нужно приложить силы, нужно почувствовать драйв, нужно доказать, что я что-то представляю в этом мире. И эта бессознательная программа борьбы, преодоления, получения удовольствия от победы, она всегда притягивает мужчин к тем женщинам, которые ощущают себя недоступными. Понятно, что для кого-то они доступны, но выбирают самое лучшее, но с их мнением. Понятно, что это очередная ошибка будет, но это уже дальше выяснится. Но факт тот, что девушка, которая готова прыгнуть на любого мужчину, залить его своей любовью, она его пугает, потому что, а, никакого удовольствия от построения отношений к ней нет, потому что не нужно борьбы, не нужно ничего, она сама готова ко мне прилипнуть. Во-вторых, прилипнув руками и ногами, она скажет, на, вот я от тебя отдалась, вот люби меня, вот теперь я с тобой. И он почувствует, что у него такой большой рюкзак повесили, спереди и сзади, она его ввела, руки, ноги связала, и он должен теперь за нее отвечать, потому что она больше ни за что не отвечает. Она изначально ни за что отвечала, вдруг она к тебе прицепилась. И он боится этой ответственности, за чему нужна эта обуза, он быстренько сбегает. Ну, может быть, разочек там попробует воспользоваться этим и сбегает, потому что никому не нужна лишняя ответственность, за себя нужно отвечать еще за кого-то. Поэтому оппозиция совершенно неправильная, Ваня. Что нужно делать? Нужно перещелкнуть в голове все программки, поработать с самооценкой, что я божественный создание, я в восторге от себя, я люблю себя, я тащусь от себя. У нас для этого есть специальный аудионастрой, который называется «Я в восторге от себя». И там порядка 50 утверждений, которые могут, если послушать их часов 50-100, то меняется самооценка, начинаете взор, поднимаете, перестаете быть внутри себя, открываете глаза, смотрите на окружающих, потому что человек с низкой самооценкой все время смотрит в себя или смотрит вниз, он не видит ничего, что происходит вокруг, он видит только подруга, но от зависти опять начинает переживать, опять уходит в себя. И второе – почувствовать себя достойным вниманием, любви, уважением, признанием, охотой, достижением. То есть вы недоступны, это не значит переход к гордыню, там, все чмо, я бриллиант, а я красивая, я умная. Они же есть реально о чем, чем гордиться собой. Она пишет, что я не такая уж плохая, не такая уж некрасивая. Я думаю, вполне симпатичная девушка, но которая думает о себе плохо, потому что, если посмотреть, кто на ком женится, то очень часто известные мужчины выбирают не первых красавиц, а выбирают умных, уверенных в себе, обаятельных, чувствующих, собственно, ценных женщин. И это правильно, потому что значительно приятнее общаться с женщиной, которая чувствует что-то ино многого. А женщина, которая готова вцепиться у любого, она не привлекает мужчин, к сожалению, они как бы сторонятся ее. Ну, вот, традиционно на танцах, 3-4 красивых девушки, и, значит, множество стоят в сторонке девчонки, на которых никто, ребята, не смотрят. Они смотрят на того, за кого можно побороться. Есть интересный феномен. Если девушка не хочет выйти замуж, то мужчины, как мухи, начинают на нее нападать и тащить ее в ЗАГС. Если девушка хочет выйти замуж, то понятно, что они от нее прячутся. Почему мужчина нападает на женщину или на девушку, которая искренне не хочет выйти замуж? Им обидно как-то так. Я пришел такой крутой мужчина, естественно. Я такой крутой, а вдруг она не хочет меня любить? Она не хочет выйти замуж. Нет, я тебя добьюсь, я тебя отведу как и так. Мне интересно победить тебя. Процесс преодоления, сопротивления, процесс борьбы, процесс возбуждения, он очень важен для мужчины. И женщины, которые демонстрируют очень высокую степень доступности, они как бы не очень привлекательны. Это нужно понимать. Это такой бесцендельный механизм. Понятно, в возрасте 40-50 лет уже демонстрируют недоступность поздновато. Там, наверное, скорее наоборот надо делать. А вот в молодости, 14, 20, 30 лет, то очень важный элемент – ощущение себя достойной мужского. Внимание, достойной того, чтобы мужчины поборолись за вас. И они никуда не денутся, но они не будут бороться. Как только вы считаете, что вы никчемные, что хоть, да Боже, дай мне хоть что-нибудь, чтобы у меня хоть что-нибудь было, тогда я, наконец, начну ощущать счастливое. Это ошибка. Нужно начать ощущать себя сегодня счастливой, достойной любви, уважения, признания. Просто тот мужчина или юноша, который вас оценит, ваша достоинство, он еще просто напивился на вашем горизонте. Может быть, он появился, может, он смотрит на вас восхищенным взглядом, но вы не видите его, потому что вы внутри себя все время погружены в свои переживания. Ваш взор закрыт, вы смотрите внутри себя. Начните, наконец-то, смотреть вокруг. Начните смотреть на людей, начните жить. А для этого нужно всего лишь перещелкнуть в голове. Ну, какие рекомендации прямые? Начните вести дневник своих достижений. Там, так сказать, я то-то, то-то, то-то. Перечислите сначала две сотни того, что вы достигли. 14 лет можно спокойно найти сотни-полторы достижений, которые вы имеете в жизни. И потом начинайте каждый день вести. Начинайте вести дневник радости. Каждый день записывать 10 радостей, которые вы испытали. Утром встали, солнышко, о господи, как классно, красивый день какой. Записали, первая радость, потом птички запели. Я сегодня слышал красивую птичку, вторая радость и так далее. Стретьего подружку, там еще что-то. Прочитала книжку, увидела интересное кино по телевизору, съела мороженое. Вот все записали, классно. А к концу дня 10 радостей есть. Уже немножко взор поднимается вверх, потому что нужно будет вечером записывать 10 радостей. Мысль вот эта, что я никчемный, мне ничего не получится, меня никто не любит, она уйдет из головы, потому что будет занята другими мыслями. Соответственно, появится энергия, появится уверенность в себе. И вы станете желанной для мужчин, потому что у вас есть энергия, с вами можно побороться. С вами нужно поохотиться, нужно приложить усилия, чтобы завоевать вас. Это интересно. Когда вы готовы полюбить любого, то это просто возможно использовать, но вас нельзя любить, не за что любить. Нет процесса восхищения, нет процесса борьбы, нет процесса преодоления сложностей. Поэтому, соответственно, ничего не получается. Ну, перейдя к прямой рекомендации, значит, что, поработать с повышением самооценки, то есть начать загружать в себя программы «Я божественное создание», «Я люблю себя», можно их переписывать. Все хорошее, что вы можете придумать, значит, то пишите, повторяйте много-много раз. Заведите дневник достижений, заведите дневник радости. Начинайте чувствовать себя очень важным, нужным элементом, скажете, просто нужный вам юноша или мужчина. Он еще не нашелся, он где-то находится в соседнем комнате, в соседнем помещении, еще что-то. Он не притянулся к вам, потому что вы не сможете сейчас увидеть ее. Как только вы ощутите, что вы достойны любви, достойны уважения, достойны признания, вы увидите, как тут же мальчики или мужчины начнут на вас обращать внимание. Все зависит от вас. Все зависит от того, какие мысли вы звучите в окружающей среде. Если я плачу, говорю, что у меня ничего нет, я несчастный, ну кто же полюбит несчастный? Это энергетическая дыра, она никому не нужна. Как только вы говорите, я счастливая, я избранная, я для ценителей любви, женской красоты, внимания, я просто жду, когда мой избранник меня найдет, появится в моем горизонте, то тогда вы преисполнитесь ощущением собственной избранности, богоизбранности, и обязательно кто-то появится, кто-то захочет возле вас уже погреться. Не вы будете притянетесь к кому-то, чтобы прислониться к кому-то, а возле вас захотят побыть, потому что вы достойны любви, внимания, уважения, признания, все самое хорошее. То есть это все голова. Измените голову, измените свой настрой, измените свои установочки, и мир реально изменится. Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok